Ава, народ, с вами Анастезия, и мы продолжаем проходить Neverwinter Nights. В прошлой серии мы с вами закончили вторую главу и приступили к третьей. Взяли кое-какое задание, связанное с судом, так как биоверы вообще любят всякие суды. Ну и, собственно, мы к нему и приступим для начала. А потом уже пойдем по сюжетке. Значит, Ролган, надо сначала поговорить с самым подозреваемым. Короче, с самим подозреваемым. Вы здесь, потому что вас послал Нуерик? Вы здесь из-за суда? Да, я должна вас защищать. Расскажите мне, что произошло. Гриф пригласил меня поиграть в азартные игры. Не желая отвергать его знак дружбы, я принял его приглашение и выпивку, которую он охотно мне предложил. Я начал странно себя чувствовать. Мой разум находился как в тумане, более чем просто отеля. Я играл просто глупо и проиграл несколько фамильных драгоценностей, которые имеют огромное религиозное значение для моего племени. Продолжай. Я вернулся опозоренным в свое племя. Моя жена Ванда сказала, чтобы я вернулся поговорить с Грифом, чтобы я держал себя покорно и умолял его вернуть нам наши религиозные ценности в обмен на мое обещание на большую сумму золота в будущем. Но Гриф напал на меня даже раньше, чем я смог сделать предложение. Я убил его, чтобы спасти свою собственную жизнь. Другого выбора не было. Я понесся в этот храм, едва спасшись от толпы солдатов, жаждущих моей крови, чтобы отомстить за Грифа. Нуерик предоставил мне убежище, но лишь при условии, что я дам клятву подчиниться суду, который должен определить мою судьбу. Можете рассказать мне еще что-то? Мы, Утгарцы, отличаемся от вас. Наши пути и обычаи могут показаться вам странными. Они называют нас дикарями и язычниками, пьяницами и ворами. Такими нас видят союз лордов. И вот почему меня назвали убийцей лишь за то, что я защищал себя. Мы, племя Черного Льва, благородный народ. Я не язычник и не дикарь, не жестокий убийца. Я молюсь Утгарту, чтобы он увидел все это и помог мне. Я буду стараться. Если хотите, идите. Я должен остаться здесь, хотя мое сердце томится по моему племени. Когда суд закончится, если на то будет воля Утгарта, мне будет позволено вернуться домой. Да. Бедный, конечно, Утгартец. Жалко его. Мы же знаем, что Утгарцы хорошие. По Дейлану, например. Добро пожаловать в храм Тира. Если вам понадобятся услуги жреца, обратитесь к Нуерику. Да нет, я по поводу суда Ролгана. Конечно, конечно. Но Ерик оказал мне великую честь, выбрав меня членом жюри для этого суда. Я не могу дождаться того, когда мне придется выполнять обязанности присяжного, верша справедливости Тира. И что вы думаете об этом деле? Даже несмотря на то, что я не одобряю поклонение языческому богу Утгарцев, но я не собираюсь относиться к нему предосудительно. Настоящий обвиняемый в этом деле – это демон алкоголя. Конечно, алкоголь не извиняет поведение Утгарта. Любой, кто напьется, должен отвечать за последствия своего поведения. Вот именно поэтому я и очень плохо отношусь к употреблению алкогольных напитков. Я тоже. Но мое сознание остается открытым. Я желаю вам удачи в этом деле, леди. Пусть восторжествует справедливость Тира. Значит, что, с кем нам еще надо поговорить? Блин, я вот прохожу сейчас Неврвинтер 2, и у меня по привычке тянется рука именно в левый угол нижний. Потому что там все инвентарь и отдых, и все остальное. Кстати говоря, я прошла основную кампанию. Это прям вообще шикарно. Хотя я этого короля теней мочила, наверное, 2 часа точно. Так, журнал Совета Защиты. По этому блокноту ясно, что его владелец – это официальный представитель правосудия Тира по делу убийства Ролгана. В нем объяснены правила суда, включая право представителя Защиты задавать вопросы любому участнику дела, привлеченному к слушанию. Для помощи в вашем задании Нуерик оставил записку с указанием свидетелей и членов жюри. Так что можете... Свидетели. Ролган с ним мы поговорили. Зет. Солдат Союза Лордов. Недавно проводил много времени в солдатских бараках. Ладар. Да, я знаю, где он находится. Ванда, знаю, где находится. Эдегар с ним я поговорила. С Авериком сейчас поговорю. Я знаю, где он дал С. Жена... Женщина Рейнджер. Она проводит свое время в Удгарте. Наплата, да-да-да-да-да-да. И Пала тоже в Удгарте. Все. Главное, никого из них не забыть. Одного из этих чуваков можно подкупить. А именно Аверика. Ну, а там извращенец зависает в этом кабаке. Где Лилиан? Почему-то вот на Невервинтер чистка реестра не подействовала. Он продолжает тормозить. Не знаю, что ему надо. Привет, Аверик. Агричи. Улыбнитесь, малютка. Это ваш счастливый день. Я могу быть старым и покрытым весь шрамами, но это не повод, чтобы вы от меня отворачивались. У меня сегодня особый день. Бесплатная езда на Диком Аверике за каждую полуэльфийскую женщину, которая появится поблизости. Ты меня не интересуешь. Так. Я здесь, чтобы поговорить о суде над Ролганом. Ах, вас должно быть послал этот благонравный жрец Нуерик. Не могу понять, зачем я понадобился в присяжной этому старому пню. Думаю, что он считает, что я буду беспристрастен, поскольку я ненавижу все расы, цвета кожи и религиозные течения. Ну ты прям вообще. Так. Что вы думаете по этому поводу? Гриф был прогнившим сукиным сыном, и Утгарт сделал нам всем одолжение, убив его. Но если мы его отпустим, то можем получить в результате пьяных дикарей, которые будут носиться по улицам, принося нас в жертву своим козлиным богам. Вы понимаете, о чем я? Мне кажется, что вы уже считаете его виновным. Единственная хорошая вещь в Утгарте — это его жена. Я не могу дождаться, чтобы увидеть ее, когда она будет давать показания на суде. Она еще та конфетка. Я бы не отказался, чтобы ее сегодняшние свиные щеточки оказались на моей тарелке сегодня за ужином. О, Господи. Могу ли я как-то убедить вас в невиновности Ролгана? Если вы предлагаете мне взятку, то я весь во внимании. Сто золотых пойдет, чтобы вы побеспокоились за то, чтобы Ролган... Тьфу, Ролган была, правда. Приятно иметь с вами дело. Не беспокойтесь, я проголосую за то, чтобы Утгарта освободили. Но остальные члены жюри все еще остаются вашей проблемой, а не моей. А теперь уходи, оставь меня одного, пока не закончится суд, или люди могут что-то заподозрить. Я не хочу, чтобы новость об этом дошла до Нуерика. И, собственно, Ладар. Послушайте, не трогайте меня сейчас. У меня стольким забита голова, этот суд, и все такое. Мне известно о суде, я защищаю Ролгана. Странно, а вы не похожи на юриста. Но думаю, что это не мое дело. Хотите меня о чем-то спросить, валяйте. Расскажите мне, что случилось. Гриф и тот Утгарт играли в карты. Ну, азартные игры. Гриф выиграл большую сумму. Настолько большую, что... Или большую? Не знаю. Короче, настолько большую, что Утгарту пришлось отдать тому какие-то драгоценности для того, чтобы покрыть свой долг. Довольно странные с виду вещички. Позднее этой ночью Гриф вышел на улицу. Я слышал, как он закричал. Я выскочил, чтобы увидеть их, как... Чтобы увидеть, как он и Утгарт дерутся на мечах. Думаю, что Утгарт знал свое дело получше, чем Гриф. Я не могу поверить, что мне придется давать показания по этому поводу. Я никогда раньше не был на суде. Не надо так волноваться из-за суда. Бармен, выпивку для моего друга Ладара, пожалуйста, я угощаю. Эй, с вами все в порядке, сестра. Удачи вам в этом суде и спасибо за выпивку. Ну да, его, короче, надо напоить, тогда он скажет больше. Если вам нужно будет что-то еще, то я буду тут. До окончания суда меня освободили от моих обязанностей, так что я собираюсь провести это время в баре. Эй, я вас помню, вы тот юрист. Может, вы купите мне выпить? Так, как насчет еще добавки? Бармен, налейте еще одну Ладару. Спасибо, мне это действительно нужно. Очень жаль, что вы пытаетесь освободить убийцу Грифа. Вы мне нравитесь, вы неплохая женщина, намного лучше, чем Гриф. Он всегда влезал в какие-то неприятности, начинал драки и все такое. К тому же был расистом. Его всегда бесило, что утгарцы все пьяницы, воры и все такое. Может, именно Гриф виноват в драке с тем утгарцем? Может, мне следует плохо говорить о мертвом. У Грифа была пачка ужасных секретов, но теперь не время, чтобы вытаскивать это все наружу. Тайны? Что за тайны? Мне действительно не следует вам говорить. В конце концов, Гриф был моим другом. Мы ведь друзья, не правда ли? Выпейте еще одну за мой счет и расскажите, что вам известно. Конечно, почему бы нет? Бармен еще одну. Грифа теперь нет. Так кому теперь какое дело, если об этом станет кому-то известно, так? У Грифа была поганая привычка спаивать ребят, с которыми он потом играл в азартные игры. Черт, мы тоже спаиваем этого чувака сейчас. Он считал, что так он получит над ними преимущество, слегка затуманив им мозги. Не совсем честно, но таким уже парнем был Гриф. Вы еще можете сказать что-то по поводу суда? Нет, да я и рассказала вам почти все, что знаю. Если вам будет нужно что-то еще, то я буду тут. До окончания суда меня освободили от моих обязанностей, так что я собираюсь провести это время в баре. Ну да, собственно, это ты уже и говорил. Больше ничего мы от него не добьемся. Нам надо еще поговорить с парочкой людей. Но это была достаточно ценная информация. Подкупать его не нужно. Вроде как. Привет, Роллкет. Я вас не узнаю, а мне казалось, что я знаю всех новых новобранцев, которые присоединились к Союзу Лордов. Меня зовут Нихеления, я работаю на Арина Гэнда. Нихеления? А, та, кто спасла Энвер Винтер в этой эпидемии. Вы могли бы использовать такую женщину, как вы, на поле боя. Как жаль, что Гэнд дал вам другое задание. Вы, наверное, пришли сюда, чтобы приобрести снаряжение, правильно? Ну, так что вас интересует добротный меч, крепкий щит, а? Или вы хотите что-то другое? Ну, давай. Давай глянем, что у тебя вообще есть. У меня, собственно, коса плюс 2. А мне бы не помешала коса плюс 3. Да, у меня вроде, в принципе, ничего такого нету. Сейчас, давайте посмотрим. Косы плюс 3 у него нету. Какая жалость. А, я знаю, у кого оно есть. Кстати, Роллкетт может дать нам задание. Кто? Вы решите, не правда ли? Меня знают все. Я, Роллкетт, могущественное копье. Я, наверное, самый известный рыцарь гном в Невервинтере. И очень скромный. Ариен Гэнд поручил мне обучение и снаряжение войск, которые сражаются с силами Лускана. Похоже на то, что он слишком занят поисками силов власти, чтобы беспокоиться о такой незначительной вещи, как война. Обычно я бы не жаловался, но это не совсем то, на что я подписывался Мы не можем вести войну без припасов Нет припасов? О чем вы говорите? Это те чертовы бандиты-орки Как только у нас появляется новый путь доставки припасов к линии фронтов, эти бандиты его перерезают Армия ничего не может поделать, если у нее нет постоянно пополняющихся запасов Я вам вот что скажу Если так все и будет продолжаться, мы, вероятно, можем сдаться лусканцам прямо сейчас Может, я могу вам помочь? Эй, я рад любой помощи, которую могу получить Я уже объявил награду за голову двоих самых известных бандитов-орков в этих краях Вата и Гузуда Я думаю, что если этих двоих убрать, то остальные отбросы поймут сообщение и просто отвалят Я предлагаю по 500 золотых за каждого из них Плачу после доставки головы Я вернусь, чтобы забрать вознаграждение Удачи! Будет нелегко найти укрытие этих бандитов Ват и Гузуд уже много лет занимаются этим промыслом И никому не удавалось еще их выследить Возьмите это предписание Это уполномочивает вас от моего имени, как охотника за головами В принципе, не так уж и сложно их найти Надеюсь, блин, я вспомню Где они находятся? Ну, где ват находится, это понятно А вот где Гузуд, я что-то забыла Лучше бы это было важным, а то у меня нет желания болтать без толку Моя нога меня просто убивает Но теперь мне придется быть свидетелем на этом суде Убийцей Погоди Сейчас мы тебя излечим Это его сделает посговорчивее Эй, спасибо, что вылечила мою рану на ноге У меня все еще появляется боль от артрита Но я могу ее переносить Я и так уже обнажил перед тобой все внутренности Рассказал все, что знал Поговори с Ладаром, если хочешь узнать больше Он другой свидетель, наверняка сейчас бухает в таверне Он мне ничего не сказал вообще-то Блин, ну ладно Я надеюсь, что все норм Даааа Что ты застрелаешь Ты что такая тупая, я ничего не пойму Пошли оружие тебе новое купим А то я как-то забыла совсем об этом Мы так чувствую никогда не продвинемся по сюжету Торговое место О, пошли в торговое место Там, кстати, есть кузница, где можно улучшить свое оружие Но проблема в том, что когда ты улучшаешь там свою, например, косу плюс три Она становится коса плюс один С каким-то там уроном, допустим, от звука или от холода, от огня, ну и прочее-прочее Шипун глина Шипун глина Приветствую, друг, Хашер Клей, к вашим услугам Присмотритесь внимательно к товару Новое слово в экипировке для путешествий, не так ли? Давай, показывай свой инвентарь Где моя коса? Вот она, шикарная А эту себе забери Ага Значит, чувак, из брони У тебя ничего нету такого Прикольненького Нет, прикольненького нету Тупо для воинов У него тоже зданица есть Что ты имеешь ввиду, новейшая отрасль? Хорошо, я должен отправляться в мое местечко на юге Бизнес был хорош, большие деньги замешаны во франчайзинге Так что я оставил своего сына управлять магазином и отправляюсь на север заширять мою торговую империю Чувак? Когда я пересекся со всеми этими путешественниками, которые собирались здесь, включи Виаруна Я посчитал, что это могло бы стать отличным местом для открытия моего магазина По крайней мере, до тех пор, пока я не получил лицензию на торговле в Невервинтере Могу задать тебе вопрос? Вряд ли могу много вам рассказать, потому что я совсем сюда недавно прибыл Я прибыл с южного побережья Суарт Кост, чтобы наблюдать за открытием новых отраслей в моих операциях Блин, что-то он не то говорит Ладно В любом случае, мы можем получить тот предмет, который он ищет И потом мы ему его отдадим Разговорим попозже Просто есть такие задания Допустим Если ты это задание не возьмешь То предмет или человек просто не появится в нужном месте Они появляются только тогда, когда берешь определенное задание А тут все нормально, можно и без задания взять Короче, вы меня поняли, наверное, хз Дальце Дальце От имени племени черного лва Льва Утгарта я приветствую вас в этом лагере Я представляю Ролгана на его судебном процессе по обвинению в убийстве Ах да, но Ярик упоминал о том, что он ищет кого-то для защиты Ролгана на суде Я надеюсь, что вы действительно понимаете ситуацию, в которой вы оказались Народ Утгарта благородные люди Но их культура и верование кажутся странными для союза лордов Часто Утгарты становятся жертвами предубеждений и ненависти лишь за то, кем они являются Звучит так, будто вы считаете Ролгана невиновным Конечно, я буду ждать сюда, и лишь потом приму это решение Я хочу, чтобы вы просто знали Тот факт, что Ролган Утгард может иметь какое-то отношение к тому, что он отказался под судебным оказался Вообще, привод тоже немножко кривоват Есть ли какой-нибудь способ, чтобы я могла гарантировать, чтобы вынести вердикт его невиновности? Лучше, короче говоря, этого не делать Она откажется От взятки не откажется только Аверик Видали, какие тут все честные? Вы можете исследовать лагерь племени Я прошу вас только проявлять уважение к племени Черного Льва и относиться к Утгардцам со всем уважением, которого они заслуживают Да ладно, что ты за мной Утгардца, что ли, не видишь? Я с ним путешествую уже три главы Какое может быть предубеждение? Где? А, вот Наванда Жена его Простите, вы разговариваете со мной? Простите мне мою отвлеченность Я просто беспокоюсь из-за приближающего суда Приближающегося суда над моим мужем Я представляю вашего мужа на суде Представляете моего мужа? Простите меня, но пути поиска справедливости вашего народа не знакомы племени Черного Льва Вы друг или враг? Друг Мне нужно задать вам несколько вопросов Жрец Нуерик сказал, что у вас будут ответы на вопросы, которые, если честно, ставят меня в затруднительное положение Можно подумать, что он ожидал то, что я буду врать Ему ничего не известно о чести нашего племени Спрашивайте, мне нечего таить Расскажите мне, что случилось той ночью, когда Гриф был убит Мой муж вернулся домой поздно Он был пьян, но это было не все Он казался каким-то другим Как будто не только алкоголь возымел действие на его разум Ну да Когда он сказал мне, что он проиграл драгоценности нашей семьи Драгоценные камни, освященные жрецами Утгарта Я знала то, что случилось очень плохо Он был не в себе В противном случае он бы никогда не поставил эти драгоценные камни в игре Азартные... Продолжайте, пожалуйста Я послал его попросить этого человека Грифа вернуть наши драгоценности Мы взамен должны были предложить ему золото Это все равно было бы намного больше, чем та сумма, за которую он бы смог продать эти драгоценности Их религиозное значение для племени Черного Льва намного превышает их материальную ценность Но солдат напал на моего мужа И Ролган был вынужден убить Грифа, чтобы спасти свою собственную жизнь Он убежал в храм, пытаясь спасти от толпы... Спастись от толпы разозленных друзей Грифа, которые шли за ним по пятам Еще что-нибудь? Пожалуйста, помогите моему мужу Они считают его пьяницей, язычником и дикарем Так они изображают всех утгарцев Мы благородный народ, но если Ролгана признают виновным, то обидный стереотип только утвердится Мне бы хотелось помочь вам больше, но мне остается лишь молиться, чтобы Утгарт даровал вам мудрость в этом деле Пало осталось Зачем вы пришли сюда в поисках совета к старой женщине? Меня послал Нуерик и представляю Ролгана в приближающемся суде Я уже устала просто чесать языком Жизнь одного из моих людей находится в ваших руках Ах, я помогу вам все, чем смогу, хотя я мало что могу поделать Пути поиска справедливости среди союза лордов мне неизвестны Что вы думаете об этом деле? Ролган меня сильно разочаровал Наше племя постоянно берется против сложившегося о нас стереотипа, как о пьяных дикарях И в это же время Ролган позволил себе попасть под влияние алкоголя Вот вам и результат Звучит так, будто вы считаете его виновным Последствия этого легко предвидеть Ролган символ нашего народа Я молюсь за то, чтобы он был невиновен в том, в чем его обвиняют Но моя обязанность на этом суде очевидна Нуерик объяснил мне суть клятвы, которую я даю как член жюри Если доказательства будут указывать на то, что Ролган позволил, чтобы алкоголь затуманил его мозг настолько, чтобы он смог убить человека без причины на то Я буду вынуждена вынести ему обвинительный приговор Этот суд, это не путь нашего племени Но в этом деле я должна придерживаться правил Нуерика Мы, утгарцы, не можем рисковать яростью Союза Лордов, бросая вызов Верховному Жрецу Тира Я молюсь, чтобы Ролган не был принесен в жертву ради добра всего племени Но если будет нужно сделать так, то путь будет так Ладно, я пойду Идите с благословением Черного Льва Короче, ничего полезного они мне не сказали Кроме Ладара, который прохлаждался в таверне Но и этого, в принципе, должно быть достаточно Я поговорила со всеми, и теперь мы можем протонуться в храм И на этом лучше сохраниться Мало ли, я сейчас этот суд завалю Мне бы не хотелось Привет опять, добро пожаловать в храм Истинного Бога Простите меня, если кажусь вам немного отвлеченным Нависший над Ролганом суд немного выбил меня из колеи Я готова приступить к суду Вы уверены, леди? Если судебное разбирательство начнется, то его нельзя будет преждевременно прекратить Или расплата этому будет жизнь Ролгана Я готова, давайте начинать Отлично, я знаю, что обеим сторонам хочется поскорее решить данное дело Я сообщу обвинителю и остальным участникам Правила процедуры довольно простые Присяжные выслушивают свидетельские показания и вынесут приговор Выслушают, точнее И по мере того, как будет идти суд Они будут показывать факелы или мечи в знак того Знак того невиновен или виновен обвиняемый Соответственно Когда присяжные посчитают обвиняемого виновным Они поднимут меч в правой руке Как знак удара, наносимого правосудия Если присяжные посчитают обвиняемого невиновным То они поднимут факел в знак сияющего света истины Которая снизошла на этот суд Звучит просто Меч в знак виновности, факел невиновности Если мнение присяжных изменится, то они должны заменить меч на факел и наоборот Присяжный, который еще не принял решение, не будет поднимать ни факел, ни меч Для того, чтобы Ролгана освободили, нужно, чтобы как минимум трое присяжных оправдали его То, что уже началось, не может закончиться, пока не восторжествует справедливость Если суд будет прерван или закончен до своего финала, то обвиняемый будет признан виновным, несмотря на позицию присяжных Теперь все понятно? Если суд будет прерван или закончен до своего финала Ага, понятно Понимаю, для того, чтобы Ролгана оправдали Трое или больше присяжных должны держать факелы И если я закончу разговор раньше, чем мы закончим То Ролган пострадает Немного странно звучит Теперь, когда мы все здесь, суд может начаться Запомните, если вы уйдете из зала суда До того, когда идет до справедливости До справедливой консенсии На этом будет жизнь Ролгана Ну все понятно Меня зовут Игланд Быстримич Я обвинитель по делу о смерти наемника Из Союза Лордов, известного как Гриф И я бы хотел напомнить жюри, что я никогда Не терял суть дела Никогда Свидетели дали клятву, и пусть свет справедливости Тирас падет на этот суд и откроет Всякую ложь в свидетельских показаниях Сначала я хочу допросить Ладара Непосредственного свидетеля случившегося Я здесь, Ваша честь Я не судья, Ладар Просто обвинитель Вам не обязательно вести себя так официально Просто называйте меня Сэром Расскажите нам, что произошло с вами С ваших собственных слов Ну, Сэр был вечер Гриф был на улице возле казарм Внезапно мы услышали этот крик И увидели, как Гриф и этот Утгартец Приближаются один к одному с оружием в руках До того, как мы успели вмешаться Этот дикарь засадил клинок Грифу Прямо в живот и убежал Мы побежали за священником Но было уже слишком поздно Грифа больше не стало Этот дикарь убил его Это все, что я требую от этого свидетеля Что касается меня То мне кажется, что мы можем прекратить Разбирательство прямо сейчас И признать Ролгана виновным Но в силу обычая Я предоставляю защите Задать вопросы свидетелю Я готов отвечать на ваши вопросы, леди Нихеление Был ли Утгарт в своем уме Или он казался вам опьяненным Он был довольно пьян Значит ли это, что будучи пьяным Он не ведал, что творит Думаю, что так Возможно, хотя не знаю Может быть это Быть извинением О, этот меч поднял Хреново Вы можете мне рассказать Каково было отношение Грифа к Утгартсу? Он их не любил Он всегда говорил Что они чертовы варвары И грязные Утгартсы Всегда завязывал с ними стычки Ища неприятности Значит, драка могла быть Начата по вине Грифа Был ли это первый раз Когда он не смог себя контролировать? Ну, он был всегда слегка горячей головой Особенно, что касалось этих Утгартсов Он их так сильно ненавидел Действительно ли является правдой то Что Гриф подливал выпивку Ролгану весь вечер? Да, он хотел запутать этого Утгартса Посему он мог надурить его в карты Но вы понимаете Сделать так, чтобы он не мог трезво размышлять Значит, все-таки Гриф частично виновен в своей смерти Ну, это была его вина Что Утгарт так набрался Может быть, если бы Ролган был в нормальном состоянии Он бы и не убил Грифа Вы видели, кто в действительности начал драку? Нет, они уже дрались в тот момент, когда мы выбежали на улицу Так, может, Гриф и начал драку и Ролган просто защищался? Да, думаю, что это так Мог ли это начать Гриф? Я не знаю, меня там не было У меня больше нет вопросов к этому свидетелю Если защитник перестал скрывать правду То я попытаюсь вызвать Зеда, моего следующего свидетеля Зед, расскажите суду, что вы видели той ночью Правильно, сэр Ну, как и сказал Лодар, Гриф был на улице Мы услышали крик, и Утгарт засадил клинок прямо в брюхо Грифа Потом этот дикарь убежал в храм, чтобы спастись подобно какому-то трусу Хорошо сказано, Зед Он убежал подобно трусу и убийце Очевидно, что он виновен Они всегда убегают, когда они виновны Это дело станет моей самой легкой победой Ваш свидетель? Я готов ответить на вопросы, женщина Что такое женщина? Так, мужчина Вы ведь не видели начало драка? Драки, не так ли? Нет, я не видел, кто начал драку Да кто? Да, это мог быть Гриф, если вы к этому ведете Еван? Я с Еваном не поговорила Твою ж мать А может быть с ним не надо? Это И нельзя было поговорить? А-а-а Ладно, хорошо, что я сохранилась, если что Нет, я не видел, кто начал драку Да, это мог быть и Гриф, если вы к этому ведете Не так Не думаете ли вы, Зет, что Гриф весь тот вечер спаивал Утгартса? Да, он что-то подмешивал в выпивку Ролгана Возможно, что его мысли были затуманены Он не понимал в действительности, что он творит Разве вы не считаете, что это является смягчающим обстоятельством того, что случилось? Я не знаю, что значит смягчение вины Но Грифу не следовало спаивать того Утгартса Это было неправильно Гриф всегда делал всякие глупости, подобные этой Так, ладно, я больше не буду пока задавать ему вопросов Потому что если я чувствую, скажу опять про вину алкоголя Половина опустит свои факелы Их не трогает то, что он был под воздействием алкоголя Если защита закончила свою болтовню, то обвинение хочет вызвать последнего свидетеля Я вызываю Ванду, жену обвиняемого Я здесь, задавайте ваши вопросы Я чувствую враждебность в ваших словах, юная леди Пожалуйста, запомните, что я всего лишь выполняю свою работу Я не виноват, что вашему мужу захотелось кого-то убить Игланд, я предоставил вам в этой деле большую свободу Но вы слишком близко приблизились к тому, чтобы перейти черту допустимого Простите меня, ваша честь Но эта женщина смотрит на меня так, как будто она хочет меня убить Нужно арестовать всю ее семью Ни я, ни мой муж не опустились бы до низкого убийства Умное и привлекательное жюри должно понимать, что его гордость привела к тому, что Ролган был вынужден убить Грифа В безнадежной попытке восстановить свою задетую честь Теперь защита может провести перекрестный допрос У меня больше нет вопросов к этому свидетелю, поскольку она уже признала, что ее муж возмутительный серийный убийца Игланд, не давите на меня Простите, судья, я больше не скажу ни слова о леди Нихелене, пока защита будет пытаться защищать вот таких преступников Я готова отвечать на ваши вопросы Скажите мне, почему вы послали своего мужа повидаться с Грифом? Я сказала Ролгану пойти поговорить с Грифом, чтобы он умолял его вернуть наши фамильные ценности, которых он нас лишил Чтобы он обратился к благопристойности Грифа Мой муж не убийца, он вернулся лишь потому, что хотел поговорить с ним Расскажите нам о значении того фамильного имущества, которое проиграл ваш муж в азартной игры Это больше, чем наше фамильное имущество Они являются артефактами, имеющими большое религиозное значение для племени Черного Льва Они стоят намного больше, чем простые деньги Они стоят больше, чем сама жизнь для последователей Утгарта Больше, чем сама жизнь? Значит ли это, что Гриф стал человеческой жертвой Утгарту Посредством одного из ваших дикарских языческих ритуалов Игланд, такие комментарии недопустимы Вирования Утгарцев могут отличаться от наших собственных Но они не являются предметом рассмотрения для этого суда Пожалуйста, ни хиле не продолжайте задавать свои вопросы Не кажется ли вам, что ваш муж обвиняется судом просто потому, что он Утгард? Я не знаю, стоит ли это говорить Лучше не буду У меня больше нет вопросов к банде Если это удовлетворит суд, то обвинение закончено Теперь мы можем начать казнь? Нет Хорошо, защита может вызвать своих свидетелей Если хочешь, но я не вижу в этом никакого смысла С Ролганом, может быть, не стоит говорить Я уже готова к решающему доводу Я перейду к моим решающим доводам Это не займет много времени, поскольку Утгард, безусловно, виновен Ролган был должен Грифу деньги Два свидетеля видели, как Ролган убил Грифа Что может быть проще? Да пипец, почему только два-то? Мы так много слышали о том, насколько цены были для Утгарта Эти ценности, которые Ролган проиграл в азартные игры Гордый воин Утгард пошел бы на все Чтобы получить назад эти религиозные артефакты Даже на то, чтобы убить человека, который их забрал Исполните ваш долг, присяжные Признайте Ролган виновным в убийстве И пусть свершится правосудие Такова воля Тира Если это удовлетворит суд, то обвинение закончено Нихиление, теперь вы можете предоставить ваши решающие аргументы Свидетель обвинения, как оказалось, даже не видел Кто начал драку Таким образом, мы должны рассматривать заявление Ролгана О самозащите таким, которое является правдивым Это вряд ли можно назвать оправдывающим доводом Какой? Блин, вот это вот сейчас вообще решает все Потому что у меня только два факела Надо три, как минимум Гриф нам известен как агрессивный человек Который ненавидел Утгард Возможно, он начал драку Из-за того, что он был пьян Гриф спавил Ролгана Что еще больше склонило Ролгана К неразумным действиям Правильно, обвините во всем жертву Я предупреждаю тебя, Игланд Гриф нам известен как агрессивный человек, который ненавидел Утгард Возможно, он сам начал драку Вам повезло, что нет свидетеля, который смог бы опровергнуть это заявление Игланд Тихо Так, значит, чего еще? Ролган находится здесь, потому что он Утгард-чужак Не позвольте, чтобы раз свое предубеждение вынесло ему приговор На всякий случай Он, конечно, никто, кроме Утгарта Никогда не находился под обвинением у этого суда Я думаю, что казнь Фентика была просто сном Потому что мы берем под стражу только Утгардцев Ой, еще и Фентика приплел Лишите нас своего сарказма, Игланд Нихеления должна получить право предоставить решающие доводы Без ваших коварных комментариев В основе этого дела лежит самозащита Тогда как представитель тира, наблюдающий за этим судом Я провозглашаю приговор в этом деле Пусть через свет истины тира свершится правосудие Приговор понятен Четверо против одного за то, чтобы оправдать Ролган, вы свободны, как и все остальные Суд благодарит за внимание Есть, мы выиграли Но это невозможно Я никогда не проигрываю Я Игланд Быстримеч Я самый великий обвинитель за всю историю Присяжных должно быть подкупили Я требую пересмотра дела Это грубое нарушение Игланд, ваша работа выполнена Я предлагаю вам уйти до того, как я не описал ваше грубое поведение Во время судебного разбирательства Вы позор для священных залов этого храма Нихеления, придите поговорить со мной Когда захотите получить вашу справедливо заработанную награду За выполненную вами работу Есть, мы выиграли Привет, Дейлан, давай обнимемся Не хочешь, ну ладно Короче, круто Я думала, что мы уже проиграем в последний момент Но нет, все обошлось Вас призвали к выполнению обязанностей по свершению справедливости Тира Церковь благодарна вам за то, что вы откликнулись Вы выполнили свои обязанности с грацией и умом Приговор 4 к 1 действительно впечатляет И почти не оставляет сомнений по поводу невиновности Ролгана Справедливость Тира изменчива, как и вознаграждение тех, кто служит ему Пожалуйста, примите вознаграждение от имени нашего храма за ваши услуги И куча очков опыта, это супер Не могу вам еще чем-то помочь Нет, я пойду Идите, пусть с вами пребудет благословление Кстати говоря Уже совсем скоро до нового уровня Сколько там времени-то у нас? Я уже просто даже Я даже забыла, блин Во сколько я начала, собственно Куда пойдем теперь? Давайте в холодный лес уже наконец-то двинемся А то мы зависли в этом Колодце Биаруна Только мне что-то кажется, что мы все 40 минут уже пробегали Здесь А может и нет Ладно, пойдемте Нам уже очень давно надо в холодный лес Мне надо поговорить с вами Да, всем надо со мной поговорить Я знаю, у вас вы ведь Нихеления, да? Вы тот бард, что работает на Арина Гэнда, не так ли? Это так А вы кто? Меня зовут Делвар Я разведчик, работаю на Арина Гэнда Перед тем, как он послал меня, он упомянул Что вы, герой, что спас Невервинтер от чумы Работаете теперь на него Он сказал мне следить за вами Хотя я должен заметить, что его описание вас неправдиво Дружок, вы привлекательнее, чем по описанию Спасибо Хватит мне льстить, мне пора работать Ну ладно Зачем Гэн приказал следить за мной? Некоторое время назад Орен Гэн послал разведать меня холодный лес Он думал, что это поможет вам в задании Если у вас будет какая-то дополнительная информация о местности Это единственный путь в холодный лес Так что я поставил вам Там свой маленький лагерь Чтобы наблюдать за всеми прохожими Кто также может работать на Арина Это единственный способ, которым я мог бы Добыть информацию для вас Ладно, я пойду Как хотите, я останусь тут, как приказал Арина Если у вас есть какие-нибудь вопросы Касаемые моего исследования холодного леса Вы можете поговорить со мной опять Да нет, в принципе, мне и так все понятно Тут нет ничего, никаких ящичков Ладно, пойдем Тут будет куча-куча орков А нет, тут есть труп Нет ящичков, зато есть труп Ну ладно, мне эти Золотые колечки-то и не нужны Куча трупов Видимо, орки постарались Другого объяснения у меня нет Магическая сумочка Возьмем А я вот не помню У нас вообще много таких сумочек Ну все Битва началась Были бы все RPG-шки такие легкие Потому что в Neverwinter Nights 2 Я вообще замучилась конкретно Тем более там какая-то боевая система Немножко мне вообще не нравится Если честно Плюс я сейчас еще начала маску предателя Проходить, ну то есть дополнение Которое идет после оригинальной истории Оригинальной кампании Вот, вот там вообще жопа Там На каждую битву просто надо По 200 раз сохраняться И проходить по 2 часа Может быть я какой-то Дубовый игрок Но у меня реально не получается Быстро проходить все эти места Блин, а куда нам идти-то? Можно, конечно, туда заглянуть Давай туда заглянем Сейчас осень, что ли, я так понимаю Вон что-то снег пошел немножко Столько ходов всяких А, нет, это просто Тупичок Преклась немного Продолжаем Что это было сейчас? А, у меня просто пауза F8 И поэтому, когда я нажимаю F8 У меня активируется какое-то заклинание Фиг знает какое Ужасный смех Таши вроде Ладно Продолжаем Тут у нас лагерь Огров Еще немножечко поиграем Потому что мне кажется Что я превысила лимит времени И 40 минут уже давно прошло Но Может и нет Хотя тут, в принципе, лагерь Он не такой здоровый Можно его и обойти Спокойненько так Хорош шаманить уже Все-таки в меня чуть попали Ух ты На себя древесную кожу Что ли наложил? А глаза все равно красные Вроде как А, нет Так-так-так-так-так-так-так-так Тут ничего нет Хотя мне казалось Что тут должны быть Какие-то сумки Вот сумки Большие такие У меня тут код орет Не знаю, вы слышите или нет Он постоянно орет Ему делать ни хрен Сейчас будет в ад Хотя я вчера, когда Алису записывала У меня на записи Слишком мно Для вас было прийти В лагерь великого ата Ой, еще Надо сохраниться Это как его Слышала крики на заднем плане На записи Это дети со двора играли Жесть просто Я не думала, что у меня крики со двора запишутся Голововато Он хотел, чтобы мы его пощадили Но мы не успели Ну да ладно Пофигу Нам все равно нужно было его убить по заданию 347 опыта И он так серьезненько меня покоцал Ну да ладно Ничего страшного Заперто, да? Сто по сто? Нет Какой-то кинжал Кстати говоря, этот кинжал Он Не продается То есть он, по-моему Для одного из спутников Квестовый Но в то же время, короче Вот у Дейлана будет в этой главе квестовое копье Ему нужно будет найти церемониальное копье Утгарта Вот И это копье, оно спокойно продается То есть его можно спокойно продать И не выполнить задание, связанное с Дейланом А вот остальные почему-то Главное Нельзя Никак Продать Ты куда, Дейлан? Возвращайся Подумаешь, там пауки Потом замочим А, это Этеркап? Ну да ладно Я думаю, что на этой Батальной нотке мы с вами закончим Продолжим в следующей серии А пока что всем спасибо за внимание С вами была Анестезия Всем удачи, всем пока